Первые чемпионы школьной лиги по тэк-регби – команда советского района. Третьеклашки впервые узнали об этом виде спорта полгода назад. Он им так понравился, что они не пропустили ни одну тренировку, рассказывает тренер. Сначала выиграли школьные соревнования, потом стали чемпионами района. В городском первенстве одолели всех соперников. Мы учились играть в тэк-регби, срывать ленты, заносить попытки. Мы получили много новых эмоций. Самый упорный был заключительный матч, которым решалась судьба как раз золотых медалей первого места. И все разрешилось в овертайме. В новый формат регби, так называемый тэк-регби, в Самаре играют мальчишки и девчонки третьих и четвертых классов. Силовые приемы здесь запрещены. Игра только в пас. Чтобы набрать победные очки, мяч нужно занести в зачетную зону. Родители от нового в Самаре вида спорта в восторге. Некоторые увидели регби впервые на турнире в МТЛ-арене. Это неизведанно, что-то интересное, что-то новенькое. Мы решили попробовать. Нам нравится. Очень эмоционально, очень даже голос сорвала. Очень ярко, качественно, скажем так, для начинающего уровня. Это они качественно показали, все команды. И они молодцы. Проект школьной регбийной лиги стартовал в Самаре осенью. Порядка 130 учителей физкультуры прошли обучение на тренеров по ТЭК-регби в областной федерации регби. Сформировали команды и приступили к тренировкам. В первом круге соревнований участвовало 34 команды. В городском финале за места на пьедестале почета сражались 9 спортивных коллективов, представляющих каждый район Самары. Уже в третьем квартале 2023 года мы начинаем наш проект по всей Самарской области. Также обучающие семинары, послевнутришкольный этап, муниципальный этап, зональный этап. И уже примерно через год мы постараемся встретиться здесь для того, чтобы провести уже первый в истории финал области Самарской школьной лиги по ТЭК-регби. Городской департамент спорта поддержал новый спортивный проект в Самаре и остался доволен качеством проведения соревнований. Задачи, которые стоят в рамках реализации национального проекта «Спорт. Норма жизни» – это увеличение количества занимающихся. И одним из средств выполнения этой задачи, конечно, является реформирование школьного спорта. В Самаре создается школьная спортивная лига. Школьная лига будет проходить по многим видам спорта и призвал бы спортивной федерации брать пример с федерации регби. Очень здорово, когда спорт приходит в школу. В этом году этот вид спорта стартовал в Самаре, и я поздравляю победителей в Советский район. Первым чемпионом Самарской школьной лиги по ТЭК-регби стал Советский район. Второе место у Красноглинского и третье – у Промышленного. В июне победители отправятся защищать честь Самары и губернии на всероссийские соревнования в Зеленоград Московской области. Через год новые чемпионы, прежде чем поехать на первенство России, поборются за путевку еще и на областном турнире. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.